Вот к хорошим новостям, например, что можно отнести сегодня новость по нашим источникам издания «Гордон» в СБУ. Украина атаковала два российских корабля в Севастополе дронами с экспериментальным оружием. Не удалось этим кораблям уйти от этого нашего интересного оружия. И были атакованы ракетоноситель «Буян», малый ракетный корабль проекта 21631 «Буян-М». Носитель крылатых ракет морского базирования «Калибр». И позавчерашний подрыв «Державина». Это патрульный корабль «Корветт Павел Державин». Ну вот можно поздравить СБУ вместе с ВМС Украины с такой хорошей, успешной акцией. Не, ну да, конечно, это хорошие операции. Они операции, которые наносят ущерб, делают больно противнику, да, по-настоящему, да. И вот это очень хорошие операции, да. То есть что касается вот соприкосновения на линии фронта, там, где очень жарко, типа Авдеевки, да, или… Да, но это, конечно, ситуация очень тяжелая. Вот это очень тяжелая, потому что у них больше людского потенциала, у них больше военного, да. Они все же, все же, ну, знаете, и Запад сейчас, и Запад сейчас. Я не знаю, как Запад будет вылезать из этой истории, потому что Израилю придется помогать, Украине необходимо помогать, да. А ресурсов на всю эту помощь реально нет. Ну вы видите, что в Америке Белый дом выступил с каким-то предложением. Чтобы провести пакет помощи для Украины, они предложили проголосовать комплексно вместе с Израилем, то есть объединить помощь Украине и помощь Израилю, потому что по вопросу Израиля среди республиканцев… Конечно, есть консенсии, есть консенсии. Да, и все поддерживают. По Украине, как мы знаем, трамписты абсолютно они все это блокируют, поэтому вот интересное абсолютно такое решение. Я не знаю, насколько оно будет проголосовано, но вот сейчас мы о нем знаем. Плюс до этого Джо Байден сказал, что он запросит помощь Украине сразу, беспрецедентно большую, до 100 миллиардов долларов для того, чтобы покрыть аж весь этот непростой предвыборный год, чтобы Украина не зависела от вот этих предвыборных волн, которые будут, ну, будут по-любому, будут, они уже сейчас происходят внутри американского общества. Да, но это было бы хорошее решение, если Конгресс это ему одобрит и позволит ему это сделать. Я вижу, что Трамп продолжает выступать с такими очень, ну, понимаете, то есть вот он сказал «Хезбулла is a very smart organization». Что он имел в виду смарт, то есть, ну, а как нам перевести смарт, умная, да, ну, одаренная, смарт. Это вызвало, конечно, это, конечно, вызвало и волну критики, и волну удивления, да, но это есть характер Трампа. Он не всегда сам понимает, что он говорит, да. И главное, а самое главное, что это человек, для которого нету вчера. Вы понимаете, вот вчера это нету его, да, нету, у него есть только вот этот данный, этот данный момент, когда он открывает рот. Когда он его закрывает, он уже забыл, что он сказал, да. И даже если он высказал вам обещание, не верьте, потому что, ну, вот, потому что у него, вот, у него постоянно все меняется. Что касается смарт Хезбулла, я вот так и не понял, потому что ничего такого, ну, что Хезбулла сделала? Она ударила по центру Израиля, Израиль подтянул туда войска, но Израиль давно достаточно сильно пытается охранять границу. Свою северную, да, ну, в общем-то, я не знаю, почему у Трампа это выскочило, я не знаю, с какого хрена часто. Не, а он же это на противопоставление делал. Там раскрасил того, что министр обороны Израиля сказал, что он там тупица, вообще дурак он. Ну, хорошо, но он тупица-дурак, да. Окей, а почему он тупица-дурак? Потому что он сказал, что надо прекратить водоснабжение, там, питание горючее и все остальное. Просто полностью блокировать газу. Ну, конечно, это неправильно, но это не, это не, это не, ну, это по международному праву неправильно. Если мы придерживаемся международного права и просим. После того, что произошло в Израиле, если они будут продолжать продавать все это тем, кто их убивает, насилует, ну, это как минимум, ну, конечно. Да, ну, понимаете, ну, есть там сотни тысяч детей, которые к этому никакого отношения не имеют, понимаете, и как бы, да, ну, и не надо, чтобы они выросли такими же радикалами. Да, но, ну, я сейчас про Трампа, да, бог с ним, но назвать террористическую организацию, да, которая всемирно признана, ну, всемирно, всецивилизованно признана террористической, которая спонсируется врагом Ирана, то есть Соединенных Штатов, простите, да, назвать ее смарт, то есть Дюмна, ну, мне кажется, это как-то немножко перебор. Ну, и в этой связи, да, надо отметить новость вчерашнюю, да, которую мы получили, это важно, потому что очень многие обвиняли администрацию Байдена за то, что они выплатили 6 миллиардов Ирану за заложников, да, то вчера новость появилась катарско-американская, где было сказано, что ни копейки из этих денег не пошло Ирану. Другой вопрос, что Иран мог на них рассчитывать и поэтому израсходовать другие деньги в ожидании этих, это может быть, но эти пока он не получил и не получит, не получит. Тем более, что они привязаны, эти деньги привязаны реально к гуманитарным программам, а не к производству ракет. Вот, ну, как бы, ну, эти деньги не пошли. Так что те люди, которые все время говорили, да, что вот Америка, она ответственна, потому что она дала деньги Ирану, деньги Ирану еще не пошли. Саик, перед тем, как перейдем к следующей теме, я хотел бы обратиться к нашим зрителям. Друзья, мы уже на данный момент закупили для фронта 90 дронов, 90 лучших разведывательных «Мавиков», которые сейчас помогают украинским воинам выбарывать, вырывать победу. «Мавиков» много не бывает. Вообще, дроны на фронте – это одна из самых важнейших вещей, историй, потому что, как любой военный вам скажет, Украина не может воевать телами, у нас нет человеческого ресурса, мы бережем людей, поэтому единственный способ выиграть для нас – это воевать технологиями, то есть нам нужны дроны. Пожалуйста, вот вы видите плашку между нами с САВиком, там написано на дроны для ВСУ, это наша совместная программа с Генштабом. Генштаб говорит нам, куда мы отправляем эти дроны, которые покупаем, в том числе благодаря вам. У нас есть уже, если честно, очередь из тех, кто стоит с запросом в воинские части, кто ждет эти дроны. Поэтому давайте, чтобы ребята меньше ждали, потому что каждый день, каждая минута, вы понимаете, они находятся в опасности, они воюют, находятся на реальном фронте. Поэтому, пожалуйста, кто хочет присоединиться и сделать вклад реально в украинскую победу, можно зайти или по ссылке, или вот под нашим видео есть реквизиты и задонатить на дроны. Савик, вот вы говорили о Трампе и о его странном таком, неоднозначном очень заявлении. Я хочу обсудить еще одно странное заявление, но причем человека, к которому я с огромной симпатией и благодарностью отношусь, и с которым, кстати, не так давно Дмитрий Гордон делал интервью классно. Это Борис Джонсон, потому что он вдруг во время, кстати, это было в эфире национального телемарафона украинского, он давал небольшое интервью, и он сказал, что до сих пор русофил. Я сейчас процитирую немножко. Несмотря на полномасштабное отторжение России в Украину, до сих пор он говорит, что увлекается российской культурой. Я до сих пор русофил, я до сих пор восхищаюсь языком культуры и русской цивилизации, только дурак не будет восхищаться. Мне очень грустно по поводу того, что происходит сейчас. И я думаю, бессмысленно делать вид, что русский народ не поддерживает эту войну. И это трагедия, сказал Борис Джонсон. Но при этом он в интервью, опять же, выразил поддержку Украине, пожелание победы, делать все, что от него зависит для того, чтобы эту победу приближать. Но, в принципе, мы ведь помним, когда он еще был мэром Лондона, то есть он, в принципе, там были какие-то, он еще инициировал, помните, не знаю, лет, может, сколько, 15 назад, он инициировал какие-то там дни российской культуры, вот что-то такое было. Но это же все было до того, как Россия начала войну против Украины, это было до вторжения. То есть сегодня для меня это, конечно, удивительно, услышать от него это заявление. А как вы это прокомментируете? Ну, Борис Джонсон, он вообще человек вполне такой экстравагантный. Во-первых, он ошибся, применив слово русофил, потому что, ну, я думаю, что есть другие слова, которые могут объяснить то, что ты там можешь любить, не знаю, там, Лебединое озеро, там, войну и мир и Гоголя. Я не знаю, там, можно иначе это все сформулировать. Я как бы понимаю, что он имеет в виду, что там нельзя связывать с кремлевской политикой всю российскую культуру и цивилизацию. Ну, тут можно поспорить, конечно, потому что российская цивилизация, она, в общем-то, достаточно... То есть она формировалась и не доформировалась, не доформировалась в очень жестких и кровавых условиях. То есть там российская история очень много... Ну, вообще в истории много крови, да, но в российской особенно. А, значит, я вот как-то, понимаете, ну, я не хочу оценивать как-то Бориса Джонсона, потому что реально он был очень-очень и очень полезен, что ли, если можно так сказать. Нет, он был одним из тех, кто спасал Украину. Реально спасал Украину. Вероятно. Да, вероятно. Ну, сказал, что он русофил, что он, там, он, 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 почитатель русской культуры. Понимаете, ну, вот русская культура, это же тоже такое, это, как вам сказать. Русская культура же сформировала этих людей, которые сегодня пришли на украинскую территорию. Ну, я не знаю, насколько русская, насколько советская, понимаете, потому что русская культура сама по себе, ее не так и много. Понимаете, вот, 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 если мы будем говорить про периоды, да, скажем, даже если вы там пойдете по периодам, там, там, средневековое искусство, ренессансы, потом и дальше, дальше, да, то есть если вы будете говорить с точки зрения культуры, то есть это не только искусство, искусство имеется в виду в большом, широком смысле слова, это и литература, и музыка, да, и живопись, и все, то есть то Россия жила такими либо личностями, да, которых очень часто режим не любил, да, либо короткими периодами, да, там, Серебряный век, там, понимаете, там, вот, да, вот такими, вот, вот, такими, такими недолгими, совершенно без продолжительности, вот, да, чтобы там передавалось от поколения к поколению, чтобы какие-то ценности передавались от поколения к поколению, понимаете, вот, этого, этого, этого в российской культуре нет, да, а потом был этот период советской культуры, конечно, который уничтожил очень большую часть русской культуры, да, ну, память о ней, вообще память о ней, да, ведь, скажем, там, не знаю, того же Бунина, да, там, лауреата Нобелевской премии, никто в школах никогда не преподавал, да, то есть, это, да, вот, как бы, да, история совершенно искажена, сами вот эти вот, и настоящей русской, российской, русской культуры сегодня нет, ее нет, а так как нету вот этой культуры, нету вот этой прослойки, вот поэтому и происходит вот это барбарство, которое происходит на земле Украины, да, потому что, ну, как мы, понимаете, ну, я там, вот, пусть я сейчас скажу ересь, да, но большевики, первые большевики, там, возьмем Ленина, Троцкого, вот, да, вот это, ну, Сталина я не трогаю, значит, они все же были такие, ну, и образованные, в каком-то смысле просвещенные люди, они знали языки, они читали, они читали книжки, там, когда они были в ссылке или в тюрьмах, они читали, они общались, они были интеллектуалами по большому счету, да, да, кровопийцами, но интеллектуалами, да, а, скажем, если вы возьмете всю вот эту вот дальше, когда пошло, там, вот пошло, пошло, поехало, Сталин, Хрущев, Брежнев и так далее, да, это же были, ну, какой там был уровень, да, ну, какой там был уровень, ну, типа, там, да, Хрущев с художниками, да, ну, это же смешно, то есть, ну, Абстракционисты, да, 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 вот, а нынешнее, нынешнее, это вообще какие-то, это, это, это я не знаю, то есть, это, понимаете, это какая-то субкультура, то есть, вот, вот, вот они, это субкультура, они ничего не знают, они ничего не читали, в них нет ничего русского, да, вот, то есть, ну, русского я имею в виду, с точки зрения, там, Толстого, Чехова, я не знаю, даже того же Герцена, да, но, но, но это, это, это пустые абсолютно люди, которые единственное, что они знают, это сила власти и стремление к обогащению, все, да, вот все, больше ничего, больше абсолютно ничего, да, почему Путин позволяет себе сказать, что, там, Пригожин и его командиры нанюхались кокаина и взорвали себя, вот почему он себе это позволил сказать, а потому что он такой же, да, вот, 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 ну как, ты дал людям героя, героя России, то, по меньшей мере, скрой истинную причину их смерти, ну, скрой, ну, скажи, ну, вот там неполадки на борту оказались, да, ну, нет, я, я к бомбе никакого отношения, никакого отношения не имею, но это, ну, в общем, техническая проблема была, зачем их называть наркоманами, вот, вот, зачем тебе это делать, а потому что его тянет к этому, потому что, я не говорю, что он наркоман, но я говорю, ну, что он из той же среды, вот, из той же среды, из той же братвы, из той же, вот, 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 понимаете, поэтому, поэтому Борис Джонсон, когда он говорит о русской культуре, может быть, он, как бы, более конкретно сказал, что он имеет в виду, да, либо, я не знаю, журналист у него спросил, что конкретно имейте в виду, вот, что, какой период русской культуры. Мне тоже не хватило уточняющих вопросов. Да, какой период или кто, или, да, какие личности из русской культуры вас формировали, там, или, 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 или помогали вашему формированию, не знаю, что, знаете, а когда так, я, я русофил, ну, и хорошо, ты русофил, но ты помогаешь Украине, продолжай жить, как хочешь. Саик, ну что, пришло время к вашим советам? Да, 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 знаете, я бы, я бы посоветовал фильм, одним из продюсеров, которого является Стивен Спилберг, фильм называется «Ослу». Он американский фильм 21-го года, да, он рассказывает, вот, как раз мы эту тему затронули, да, от тайных переговоров между Израилем и организацией освобождения Палестину, да, это вот, это вот, договоренности Ослы 93-го года. И этот фильм, он, он уникален, потому что, по большому счету, это была по-настоящему инициатива абсолютно двух неожиданных людей, да, которые не имеют никакого отношения ни к Израилю, ни к Палестине, да, и вот, и как это таинственно произошло, в этом фильме очень хорошо рассказывается. Фильм называется «Ослу», вот так и называется «Ослу». Спасибо. Но это, это правда, это, и из этого фильма много что можно понять, да, что произошло между 93-м годом в Ослу и потом убийством Эцхака Рабина. Вот, можно много что понять. Субтитры сделал DimaTorzok